Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриел, и сегодня мы посмотрим запрещенные технологии ветряных генераторов. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Мы начинаем! Подобные технологии существуют достаточно давно, но люди всегда все отрицают, а правительство пытается запретить. А сегодня мы посмотрим, что же за скрытые технологии на самом деле существуют и что нам давно не показывают. Данные технологии есть на свете, но люди, как всегда, не используют их. Возможно, это и есть свободная энергия. Турбины, которые вырабатывают электричество, при этом не крутятся, а просто вибрируют. Думаю, такого вы еще нигде не встречали. Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриел. Добро пожаловать на канал запрещенных технологий. И сегодня мы посмотрим новые запрещенные технологии. Новые ветряные электростанции, которые недоступны народу. Но поверьте, это очень интересные технологии. Подобного вы нигде не видели. А также мы посмотрим на кое-какой эксперимент. То, что находится в этой коробке, вас повергнет в шок. А точнее, мощность этого устройства. Ну что, друзья, ставьте лайки, обязательно распространяйте это видео и пишите комментарии. А мы будем начинать. Итак, друзья, что же находится в этой коробке? В этой коробке находится турбинный вентилятор. Очень большой мощности. Где-то максимум 35-40 ватт. Но вы не представляете, насколько он мощный. Это просто зверь, друзья. Я его купил специально для экспериментов. И мы будем заниматься вот подобными технологиями. Но это будет чуть позже, когда мы сможем выехать на природу. Сделать модель вот такой ветровой турбины, которая работает достаточно просто. Когда дует ветер, она просто вот так вот начинает раскачиваться. Но для этого, конечно же, нужно ее разработать. Для этих экспериментов я на самом деле уже занимаюсь за кадром достаточно долго. Но единственный вопрос в том, что это нужно все проверять на природе. Есть у нас вот такая вот турбинка. Мощностью я сейчас вам покажу. Значит, 3,9 А максимум она будет потреблять при 12 В. Соответственно, достаточно большой мощностью обладает где-то 40 В. Сделано в Китае. И поверьте мне, здесь просто сумасшедшие обороты. Вот если вы сюда засунете свой палец, то его просто перерубят. В общем, вот, друзья, сравните. Проводил эксперименты, делал, купил вот такие маленькие моторчики. И делал вот такие вот маленькие ветровые турбины. В общем, это все создано специально для того, чтобы проверить теорию свободной энергии, которая берется, грубо говоря, реально из воздуха. То есть, сила потока у нас есть определенная, да? Я характеристики могу вставить на этот вентилятор. Следовательно, нужно попытаться снять с помощью вот подобной технологии, с помощью вот этих ветряков, достаточно интересных, и посмотреть, каков будет результат. Я здесь тоже проводил разные опыты и делал разные модели. Как вы видите, у меня и вот такая турбинка тоже есть. Это все нужно, конечно же, проверять. Также я делал всевозможные разные лопасти, чтобы тоже можно было посмотреть, оценить, как говорится, эффективность свободной энергии на ветре. Ну что, друзья, а теперь давайте приступим и посмотрим, что же за такой Вортекс Блейдлесс? Что за запрещенные технологии, которые недоступны обычным смертным? Друзья, то, что мы сегодня посмотрим, на самом деле давным-давно известно. Но просто никто это не пытался создать. Давным-давно матушка природа уже показала, что подобные технологии работают, как и прочие интересные генераторы. Но просто не все пытаются понять физику процесса. И, конечно же, здесь нужно много экспериментировать. Ну что ж, друзья, сейчас мы посмотрим пару видео, как это дело работает, а также как они их испытывали. То есть это действительно рабочий прототип, который можно использовать. То есть поставил себе такой ветряк, например, на дачу, на дом или куда угодно, и у вас постоянно есть электроэнергия. Причем в этом генераторе он работает при малом ветре, очень дешевый, и он не... И он не наносит урона окружающей среде. Соответственно, генератор просто сказка. Ну что, друзья, примерно смотрите. Чтобы вы понимали, примерно какой мощностью обладает этот генератор, который работает как бы на завихрение воздушных потоков за счет того, что круглая труба в воздухе, она начинает вот так вот двигаться. Чем быстрее идет ветер, тем больше вот этот вот эффект турбулентности, как я понял. В общем, суть в том, что двухметровая труба такая способна выработать 100 ватт. На самом деле это не очень много, но самая интересная загвоздка в этом прототипе в том, что, как утверждают разработчики, да, когда вы ставите еще одну такую турбину, то сзади она как бы еще усиливается. То есть смех-то в чем, друзья? То, что воздушный-то поток трубой не остановить, понимаете? Из-за этого, возможно, есть вариант по созданию свободной энергии из вот таких вот своеобразных ветряков. Ну что, друзья, давайте посмотрим и напишите потом, что думаете по поводу этих генераторов. Так, ну что, друзья, пришло время посмотреть, на что способен вот этот монстр-вентилятор. И, соответственно, сделать кое-какие замеры по генераторам посмотреть. Но, конечно же, это пока эксперимент просто на коленке. Но мы все же посмотрим. Включаю сразу 12,6 вольт примерно и побольше ампеража. Так, и, соответственно, будем подключать наш вентилятор. Вот это я понимаю мощь! Попробуем замерить сейчас скорость ветра анимометром. Турбина до такой степени раскрутилась, что куда-то улетела в комнате. Так, вот она. Сейчас попробуем сделать все-таки замеры. В общем, 12 метров в секунду была скорость ветра, создаваемая вот этим вентилятором. Мощность была даже 40 с чем-то ватт. Вы, собственно, все видели на своих экранах. Это супер мощь, друзья. Она стоит где-то 1000 рублей. Но, поверьте мне, это просто монстр. Мне даже страшно мерить просто, какое количество здесь оборотов. Но, поверьте мне, пару тысяч здесь точно есть. Так, ладно, сейчас попробуем вот это подцепить и посмотреть, сколько мы сможем выработать хотя бы вольт. Амперы мы мерить не будем. Это уже на стендовой хорошей модели и специальной камере, которой этот вентилятор будет установлен. И, возможно, не один. Амперы мы мерить не будем. Охренеть просто, ребята! Вы посмотрите на это! Это жесть! Это просто жесть какая-то! Нет, ребята, вот эта штука точно не для дома. Поверьте мне, если вот эта штука охолождает специальные майнинг-устройства, и вы сейчас просто... Ну, вы всё увидели на самом деле. Поверьте мне, вот эта штука у вас в комнате просто всё перевернёт. Это вам не комнатный вентилятор, который еле-еле крутится. Вот эта штука способна просто, я не знаю, дверь открыть в комнате. Настолько она мощная. Так что, вот такие дела. Также есть ещё один БТГ-генератор, который все пропускают. БТГ Потапова, который работает на самозапитке. В общем, смысл в том, что он запускает генератор, то есть турбина раскручивает то ли генератор, то ли что-то, и тот выходит на самозапитку. В общем, я думаю, что с подобной турбиной и множеством экспериментов возможно, получится выжить какой-то результат. Так что, этот пропеллер, друзья, не так прост, как кажется. Ладно, смотрим видео. В сети, вы видите, вот у нас здесь 220 вольт. Мы нажимаем пушк. Машина начинает раскручивать. Выход на режим примерно 7-8 секунд. Через 7-8 секунд машина набрала обороты. Мы можем посмотреть обороты. Вот, 2000 оборотов, 2100, 2200, 2300, 2600, 2700, 2800. Ну, мы считаем, что она вышла на режим в районе 3000 оборотов. И можно ее отключать, и она продолжает работать. Теперь до износа подширников. Потому что идет рекуперация электроэнергии на себя, подзарядка этой машины. И постоянно... Вот, а 5 лет она может работать. 65 тысяч часов непрерывная работа, это примерно 5 лет. До износа подширников и кузнец. Великолепно. Это фантастика. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Ну что, друзья, на этом все. Вот такое вот видео. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и присылайте мне интересные видосики. Увидимся. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok